Сегодня же Пентагон заявил, что США не будут обменивать пленных террористов на американских заложников в Алжире. Пока не ясно, идет ли речь о каком-то конкретном предложении или о гипотетической ситуации. Тем не менее, в Вашингтоне не скрывают, что многие детали ситуации в Алжире не разглашаются широкой публике. Это накануне подтвердила и госсекретарь США Хилари Клинтон. Между тем, некоторые политкомментаторы считают, что вина за произошедшее в Мали лежит на бараке Обаме и его администрации. Сегодня мы обсуждаем ситуацию на севере Африки с политическим обозревателем Артевяй Владимиром Козловским. Здравствуйте, Владимир. Привет, Валера. Барак Обама шел на вторые выборы под двумя незатейливыми лозунгами. Один был «Мы попросим богатых платить чуточку больше». Русский перевод «Грайб награбленная». Второй «Усаму бен Ладен мертв, а Дженерал Моторс живый». Этот лозунг с восторгом привел мой добрый знакомый Александр Генис, когда объяснял доверчивым читателям московской новой газеты, почему он пойдет голосовать за Обаму. Мужской имидж Обамы строился на костях Усамы, как путинский на крыльях небесных птиц. Его агитпроп учил, что Обама не только снял Усаму метким выстрелом глаз, но и задал Аль-Кайде такую трепку, что она уже находилась на последнем издыхании. В эту генеральную линию партии не вписывался теракт исламистов в Бенгазе, где осенью убили американского посла. Поэтому Белый дом изобразил атаку на тамошнее американское консульство, как стихийную реакцию ливийских обывателей на глупый киношарш на Мохаммеда. Клинтон был бы в отместку, хотя бы пульнул куда-нибудь крылатой ракетой «Тамагав». Но Обама не сделал в ответ на Бенгазе даже этого. Не мудрено, что джихадисты по всему региону осмелели, ибо поверили в свою безнаказанность. Отсюда последний захват заложников в Алжире, который возглавлял одноглазый выпускник афганского джихада по кличке мистер Марлборо, присвоенный ему за то, что на стороне он промышляет контрабандой сигарет. Алжирский захват был объявлен местью за военное вмешательство Франции в конфликт в Мали, который, как-то теракт в Бенгазе, был следствием ливийского варианта арабской весны. А каким образом свержение полковника Каддафи могло повлиять на ситуацию в Мали? Дело в том, что после того, как Каддафи убили и даже, говорят, посмертно изнасиловали прутом арматуры, служившие в его армии малийские туареги, вернули их себе на родину, прихватив с собой серьезное ливийское оружие и группа исламистов, которые сражались вместе с ними на стороне полковника Каддафи. Братья по оружию обосновались на севере Мали с намерением отделиться от этой сравнительно демократической страны и создать свое собственное государство. Набежавшие из Ливии вместе с туарегами исламисты, в том числе из организации Аль-Каида в исламском Магрибе, оттеснили туземных самостейников, взорвали все неисламские святыни и учинили на севере Мали шариат. При Любодеев там теперь побивают камнями, а у воров отрубают руки. В общем, афган при талибах. Слабая малийская армия развалилась или перешла на сторону исламистов-северян. Малийский капитан, обучавшийся на военной базе США в Форт-Менинге, скинул демократически избранное правительство Мали и захватил власть в столице с потешным именем Бамако. Осмелевшие исламисты грозили метастазировать севера Мали на всю страну. И тут Париж взял наконец дело в свои руки. Благо в добрые старые времена это была колония Франции. Французы послали войска и самолеты бомбить исламистов. В отместку местная Аль-Каида захватила заложников в Алжире. Возможно, Абамовский агитправ прав. И Аль-Каида на последнем издыхании. Но как оно идет, издыхать она будет еще очень долго. Спасибо, Владимир. Напомню, это был Владимир Козловский с политическим комментарием.